здравствуйте уважаемые мастера любители плетения из газеты рада приветствовать особенно тех кто заинтересовался вот такими ажурными крышками на сегодняшний день у меня только такая одна дома который еще не выпрыгнула так сказать из родительского гнезда как видите довольно объемные получается поскольку узор все-таки занимает какое-то место с крышкой мне кстати очень понравилось такое дно делать поскольку я не люблю клеить картон а почему картонное дно потому что сплести любого размера и любого конфигурации довольно сложно для меня показалось я поэтому не стал особенно заморачиваться насчет плетеного дна просто сделала его картонным когда уже готовым готов был рисунок я просто его обвела по контуру дала какой-то припуск на то чтобы сплести окантовку сделала корзину потом уже по ней вернее шкатулку по ней же доплетала крышку и так много вопросов было по поводу того как закрутить трубочку на шпагат или скажем шнур я вообще замучилась конечно этот вопрос отвечать поэтому огромное спасибо тем кто сподвиг меня на этот подвиг снять видео мастер-класс ну попробуем во первых я до этого предлагала закрутить на шнур такая гениальная идея пришла мне в голову конечно очень радовалась что это удалось и вообще честно говоря не думаю что это возможно потому что до этого я шнур вставляла внутрь трубочки но поскольку шнур дело такое ненадежное это все-таки нестабильная конструкция очень тяжело она влезет в трубочку поэтому я решил что можно попробовать накрутить я его накручиваю прям вот так на линейку видите конец закрепляем и прям обычным обычным феном вот таким вот образом я его выпрямляла девчонки говорят кто делает что можно горячей водой мне честно жалко линейку было я просто и потом думаю ну как-то феном проще вроде бы мне кажется ну неважно как вы это сделаете лишь бы был какой-то результат на шнур мне нравится крутить во первых это проще быстрее он жестче ну вот как-то тут на глаза мне попался в хозяйственном магазине шпагат бумажный мне показалось что можно попробовать на него накрутить в общем заранее скажу что вот в этой шкатулке которую я до этого вам показывала в ней трубочки накручены на шпагат на шпагат тоже в общем получилась довольно реально это сделать тем более чтобы выпрямлять проще и крутить может быть крутить посложнее но делать фигуры из него проще потому что он податливее он не такой упругий он мягче и еще что немаловажно при покраске он разбухает внутри трубочки что в общем то нам как бы на руку потому что самая главная наша задача заполнить пространство внутри из-за чего трубочки у нас мнутся при повороте из-за того что внутри есть пустота которая как бы не дает трубочки так плавно согнуться и начинает мяться внутрь если мы это пространство заполним у нас получится что трубочки некуда мяться она будет плавно гнуться тем более увлажненная замечательно гнется значит про шнур я чуть позже расскажу а вот про шпагат поскольку он больше внимания привлек к себе некоторые люди мне сказали что это вообще как бы невозможно но я же крутила значит возможно раз один человек смог сделать значит это возможно я сделала вот такое вот приспособление может кому-то понравится взяла обычный брус насверлила дырок туда забила чопики и теперь я могу разного размера накручивать покороче там подлиннее можно шнур накручивать можно шпагат вообще я делала конечно не по этому поводу я мне понравилась техника вязания на граблях грабли я не нашла и поэтому вот таким образом сделала а впоследствии вот еще для этих целей не пригодилось но перейдем в дело значит до этого я шпагат накрутила увлажнила дала ему высохнуть вперед на кусочками будем стараться накручивать ну вот важно чтобы кончик был ровный скручу я на обычную газету бумаги никакой у меня нет добыть ее не получилось типографии мне отказали сказать что мне бумагу не продают не беда пока газеты достаточно значит ширина полосы ну 10 сантиметров берем вот шпагат самое главное начать поскольку начало это если вы начали уже там не плотно прилегает шнур то дальше все дело будет плачевно выглядеть самое главное закрепите вот так обычно ногтем и прям туго туго прижимаем столу сильно надо прижимать еще к тому же в чем сложность он не круглый такой граненый вот самое главное начало закрутить и довольно плотно надо закрутить пальцы прям болят потом поднимаем и тут уже попроще просто вытягиваем вот тут прям плотно я прижимаю вытягиваю из под руки ну вот кончик заклеиваем для тех кто ставит рекорды по закручиванию трубочек сразу предупреждаю это не не быстро я не понимаю зачем рекорды вот трубочка у нас готова такие вот они довольно ровные получаются не тонкие в принципе тонкие нам даже здесь и не нужны потому что из толстых трубочек более выразительный такой получается узор я вот даже думаю как бы не 4 может быть а по 5 штук сделать но дело в том что я до этого всегда их рисую и высчитываю сколько у меня должно трубочек получиться иногда получается уже запредельное количество значит этот узор мы откладываем как видите у меня все кругом этими рисунками изрисовано буквально каждый кулачок какой мне попадет в руки все у меня изрисовано этими узорами поэтому предварительно нарисую посмотрю какие там должны быть составные части вот здесь допустим у меня значит две капли вот они две капли вот идет отсюда вот так капля и вот такие вот закрутила отдельные детали не знаю как назвать там у меня были обозначены булавки но это уже как бы и не они потому что тут немножко по другому вверх ушли трубочки булавки они были повернуты еще сюда ну и вот центральная группа трубочек образовалась здесь потому что вот здесь не хватало стоек для того чтобы узор этот как-то потом расплести а почему слово это расплести у меня возникло потому что как бы изначально они в группах все эти трубочки а потом я их как бы раздвигаю расплетаю вот поэтому такой термин ну если кому-то не нравится предложите какой-то свой вот в общем то в принципе и все наверное ну давайте еще вот покажу как закрутить трубочку на шнуре так как я тут ее заклеила еще скотч такой так ладно разрежем скотч очень уж такой летучий так 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 подскотчем немножко она не очень хорошо расстрелилась сейчас покороче отрежем ну шнур конечно видите он более такой эластичный ну закручивать в разы проще просто вот когда повороты такие делаешь еще раз сейчас шкатулку покажу когда вот эти вот вот такие особенно сильно загнутые фрагменты делаешь конечно со шнуром а тем более с леской как предлагали вот леску я ее попробовала тоже но это просто жесть повернуть почти невозможно ну если какие-то более такие плавные попроще фигуры наверное леска и шнур хорошо но то же самое здесь самое главное начало закрепили тут конечно попроще потому что он круглый по всей длине как бы контролируем потому что он мягкий это не спица он вернется куда ему нравится пожестче пожестче ну вот немножко так и еще я поделюсь одним секретом сначала сейчас конечно мне так получше получается а сначала я это делала так может быть для тех кто только начинает наверное может быть это дельный совет будет сначала беру спицу и на нее закручиваю как бы даю такой завиток вот я сейчас особо так стараться не буду просто дать направление бумаги потом эту спицу убираю беру шнур беру шнур и теперь уже он будет закручиваться легче вот тут у меня бумага немного порвалась попробуем все равно теперь вот у нас уже как бы направление бумаги дано вот что значит поторопиться не люблю торопиться постараюсь все время основательно все делать как только поторопишься все какие то проблемы вот таким образом теперь у нас как бы бумага немного закручена и должно случиться лучше проще вот видите сами да сейчас еще отдельно скажу про клей много раз слышала что расклеиваются трубочки при покраске я вот крашу крашу вообще в горячей воде у меня сухая морилка я ее развожу там рецепт по горячей воде нужно разводить поэтому прям практически в кипятке может быть поэтому вот у меня шпагатый разбух внутри потому что крашу я горячей водой и клеем я пользуюсь вот таким момент столя такая баночка у меня уже довольно надолго ее хватает поэтому она такая вот уже у меня древняя и вот такой клей я еще могу порекомендовать вот так видно супер пва или пва супер тоже очень хороший клей можно практически сразу склеить трубочки и сразу их красить не раскручивается ничего буквально ни одной трубочки не раскручивается я не знаю я пробовала карандашами какой только клей я не покупала но пока пока я вот этот не купила у меня были проблемы всем огромное спасибо за то что вы слушали за то что интересуетесь фигурными ажурными крышками как тут одна девушка мне написала крышки это не ходовая часть в шкатулках я вообще не представляю шкатулку без крышки поэтому считаю что это все таки часть ходовая и давайте попробуем их как-то разнообразить может быть не такой упор делать на цветочках бантиках поскольку текстиль текстиль все таки со временем и пыль набирает в себя вообще неприглядный вид будет через какое-то время вот вы сегодня ее сплели у нее парадный вид такой красивый через год все это померкнет потухнет наберется грязи пыли и все это куда то нужно будет девать ажуры вещи практически вечные всем удачи в творчестве мне было очень приятно с вами побеседовать всего доброго надеюсь что со временем я вам еще несколько уроков сниму на темы как закрутить на что закрепить как сложить узор если вам это интересно пишите в комментариях будем общаться до свидания всего вам доброго